Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание святого апостола Павла к Олоссианам, 4 глава, 2 стих. Будьте постоянно в молитве, бодруствую в ней с благодарением. Слышали все? Снова начинаем. Невыполнимых нету будто бы задач. Но эта задача выполнима или нет? Еще раз. Будьте постоянно в молитве, бодруствую в ней с благодарением. В молитве не просто стоять, а бодрствовать за словами, что говорится. И как с благодарением. Молитва трехступенчатая. Первое. Дай, помоги, спаси, сохрани, проведи, дай здоровье. Там все на этой ступени. И верующие, и неверующие, и мусульмане, и буддисты, и православные. Там ничего не надо. Потому что там плотская мелодия всюду. Вот Бралина, про он человек совсем неверующий. Как первая бомбежка, говорит, начинается, кричит, мама и господи, помоги. Я разговаривал с теми, кто там были. А что, запрещается? Не запрещается, но это первая. Первая ступень, чтобы возвести человека на небо. Вторая ступень, благодарение. Получил ты, просимый, или не получил, говорит Антон, зато сблагодари. И здесь, говорит, бодрствуя, сблагодарение. В молитве. Постоянно. А за что благодарить? Кого благодарить? Вот я в интернете, когда бываю, говорю, Бога-то благодаришь. А что благодарить? Ты на себя в зеркало посмотришь, что тебе Бог дал в устройстве человека. А это родители. А родителям-то кто это дал? Звезды, солнце, земля, вода, воздух. Все от него. И какое разнообразие растений, насекомых, животных, птиц. Высказать нельзя. Вот этот Акапис, слава Богу за все, он сразу возводит человека на третью ступень. А Ио, когда постигло несчастье, не один ребенок погиб, а все десятеро. И Бог дал, Бог взял. Неужели за доброе будем славить, а за худое не будем? Которое нам кажется худое, то есть что-то отнимает Господь. В дальнейшем это все покажется. Может, это самое лучшее, что мы получили на этот день, на эту декаду. Не сразу. Научитесь благодарить. Между людьми сейчас мы посмотрим. Я благодарность тому, кто тебе что-то сделал. Если ты Бога не благодаришь за что-то, то на этом может все и закончиться, говорит Иоанн Златоус. А ты благодари, и через это Господь тебе снова подаст, чтобы вызвать тебя по хвалу. К Богу. Вот человек пришел, говорит, в храм. И в храме его обокрали. У нас свои такие случаи были. Да вот в церкви расплодили. Тут так. Подожди. Бог знал это. Ты молился. Ты просил. Ну, что ты неаккуратно. Бабушка одна услышала. Говорит, а я в бетончик положила деньги. И бетончик-то не вытащи ты из сумки. Разрезал сумку, а дальше бетончик. Бабки-то тоже темные. Но ты благодари за то, что тебе Бог дал ума. За то, что сегодняшний день был. С твоими ногами ходишь. Ну, начни по порядку. Многие легли спать и не проснулись. Никакой болезни не было. Ангел подошел. Пора идти. Все как во сне был, так и. Один все время просил. Это житя святых, говорит. Чтобы безболезненно умереть. Какая мука. Как человек весь содрогается. Смерть приходит по одному члену, отрезает. Как показывает это. В видениях было. Ну и что? Если Господь допускает это, то прими. И он как-то с ангелом шел и говорит. Я уже который раз говорю, ангел. Почему бы мне не дал Господь смерть такую, чтобы умереть и безболезненно? А ты обернись назад. А то он вернулся. А кто там лежит? Подошел. А то я лежу. Так это тело твое. Он вышел из тела и даже не почувствовал, что вышел. Это образцы для нас. Если мы Богу доверяемся что-то, а я хотел бы не болеть. Не болеть уже было. Вот человек просит. Ученик. Так плохо чувствую, наверное, умру. Попроси Бога, чтобы дал мне часа два для покаяния. Он говорит. Сын мой, сколько тебе этих часов Бог давал? Я сколько раз тебе говорил? Вот научитесь во всем видеть превосходство Божьих замыслов, чем мы сами думаем. Где-то сегодня война идет. Страшная война. И мы видим, что это может быть Армагеддон. Где-то она подбегается сюда. Не все же время так только плыть. А придется и под водой может плыть. И что? Благодари Бога, что лег спать. И тебе сон прекрасный был. И тебя соседи такие. За соседей обязательно благодарите. Иначе не рад ничему будешь. За здоровье. Это уже само собой. Здоровье нам выйдет и положь. А питание-то сколько у нас всего? Еще один холодильник купили. Почему? А Бог так делает. Отовсюду. И пчелы хорошо. И рыба хорошо ловится. Ну все абсолютно с прибылью идет. И он славил, не сказал ничего худого. И так с благодарением, получая все, что нам Господь дает. Второе Тимофею 3.2. Ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные. Ну, тут еще не скажешь. По порядку, если все это рассказывать, нам не хватит года. Немножко хотел посмотреть. Проверим себя, благодарным или нет. Это дар Божий, не просто так. Дар. Если этот дар просишь, то проси, да знай. Ничего не забыть, Господи, как? Меня Бог провел такими путями личными, что даже когда смотришь назад, неужели это все позади оказалось? И когда Бог меня уже наградил тем, что у меня сокровище бесчисленное, я имею ввиду книги, мы поехали. Мы постарались найти всех, где были, где работал, где меня арестовывали, где сидели. И везде и везде. Не нашли только одних, где от снега замерзали на улице, и никто не дал, а одни накормили нас, и мы за столом так уснули. Поехали на Новокузнецкий, там дом другой, и все. То есть нужно научиться видеть жизнь свою, а благодарственную Богом. Эти люди могли не быть с нами рядом, а их Бог нашел. Сколько добрых людей, я сегодня только рассказывал, вот такие-то люди, вот такие-то органы, там, милиция считает, страшно считать. У меня в жизни ни разу не встретился плохой милиционер, который бы напал на меня там, ну не было. Говорят, а вот органы государства, попади, там, КГБ, что делали-то? Я был. Я когда рассказываю, люди говорят, да вы выдумываете, как приезжает подполковник на своей машине, при всех формах в орденах со следователем, и привозит мне освобождение. Добился. До суда. А я ему бумаги даю. Я отказываюсь. Мне надо выйти в суд, людям рассказать о Христе. Он постоянно порвал все. Вы своего златоводства хоть мешками распространяйте. Ваше дело там быть, а не здесь. И на их машине привез меня домой. Почему я матери обещал вас освободить? Вот когда рассказываешь, ну вы, значит, что-то кого-то, кому-то как-то вроде бы заложили. А нет. Совершенно неправильно это мнение. Почему? Бог это делает. И вот сколько я оглядываюсь назад, ну не было ни одного момента, за которого бы я Бога не возблагодарил. Ясно, что там я бы не вышел. И вдруг вышел. Господи, это место, даже где-то берем рядом, святое, наверное. Нашел я человека полуживого. И Господь позволил мне, к примеру говорю, его вызвать и в дальнюю страну увезти. Это Бог делает. А при чем тут вы? Да Бог это сделал, что он никому не попался. Именно мне встретился. В моей биографии он никакой роли не играет. Но мне Господь позволил показать любовь в высшей ее стадии, рискуя собой. И отпусти. Как это Бог делает? Не знаю. Вот он дает нам, какой Бог, транспорт, где мы бываем, едем, погода. Вот все по порядку. Начни разбирать-то. Да при твоих-то болячки уже давно уже. А Господь дает. Да такая радость. Да на лице святость. И ты еще идешь и людям рассказываешь. И так будет люди неблагодарные. Научитесь благодарить за самое малое. Я когда прохожу мимо, где площадь Ваварина, и каждый день туда-сюда, и два раза молюсь там. Снимаю шапку. Только снег был, не снял. Я молюсь, Господи, Ты сказал, что кто напоит Вас чашей холодной воды, награда его не пропадет. Он так много сделал для нас. Где мы молимся? Это он, Владимир. Господи, что можно сделать, чтобы ему было полегче? Я не знаю. Если неправильно молюсь, Господи, прости меня. Но душа прямо рвется сказать. Ну, видите, какие фотографии там. А он был там, руководитель у коммуниста. Был. А ты посчитай, какая-то благодать. Что он мне написал. И при том, каждый день напоминает Господь. А могла быть встреча и не с Ним, а с другим. И ничего бы этого не было. Уже храм отстраиваем. Он еще раз приехал, посмотрел, как много сделали. В какое бы время я не позвонил ему днем или ночью, двери всегда открыты. И куда я не вернусь, там ректор, души не чаял, при всех обнимет, поцелует, поклонится. А это 30 тысяч студентов. Это что? Это милость Божия, чтобы и они через нас услышали Слово Божие. Уже фотографии сохранились. Можно посмотреть. Научитесь благодарить. Вот Давид говорит, 118-й целом, 164-й стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Никогда по головке гладь за суды, что со мной было. И Давид говорит, за все благодарю, 7 раз в день. И сегодня, и вчера, и послезавтра. Нужно наполнить себя. Это вторая ступень. Канон Андрея Критского. Я когда сказал, что он написан для оглашенных, даже не где-то в Москве приезжал игумен, отец Кирилл Сахаров. Почему он это так написал? Потому что он написал, подписал Анапиму 6-му сиренскому собору. И как он потом вздрогнул. И теперь мы видим, что у нас считается на три ступени. За один и тот же эпизод жизни библейской мы возводим просьбу, благодарение и словословие. Ну, еще, может, Бог позволит нам помолиться нынче так. Дальше. Лука 6-я глава, 32-й, 33-й стих. 6-32-33. Если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. То есть благодарность за то, что доброе. И нас научиться надо. Господи, мы не можем проликнуть в тайники того, что было с нами. Я говорю о добре. Когда сделали добро, помогли, освободили, там, стерли ненужное, обман, который был, и все сгладили. Это хорошо. А вот когда не так? А когда не по-моему? А вот тогда нужно посмотреть и сказать, Господи, я не знаю, что за этим, но я благодарю тебя. А человеку, а за что ты меня благодаришь? Когда он сделал неправильно, явно неправильно. И вы благодарите. И вот так это тронуло. Я обещаюсь там, в начале гроба матери, обещаюсь, никогда больше этих слов не буду говорить. Я говорю, ты же идешь мимо. И такие слова говоришь. Даже на этом и то Господь нас останавливает. И скажи ему, скажи. Потому что воздух везде осквернен. Идешь по улицам, а одна скверна. Почему? Женщина, надевающая мужскую одежду, брюки, мерзость. Мы плывем в океане мерзости. А сказать как? И поблагодарить Бога, может, через эту мерзость Господь найдет эти души. Деяние 24.3. У нас здесь Библия. И мы считаем, что нам Бог говорит о благодарности. 24.3. Всегда и везде со всякой благодарностью признаем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязанным и многим миром, и твоему попечению благоустроением всего народа. Ну, иди как. Мэр города. Я благодарил его тогда. И сейчас Бога благодарю, что мы встретились. Так много ему было. Был день рождения, главное, мы одногодки с ним. Он моложе меня там на три месяца, на четыре всего. Вот начнешь когда смотреть, и как-то все это так было. Но такой в десятку лучших мэров ходил, я считаю, в Российской Федерации. Но я считаю, что в десятке он лучший был. Как ему много дано было. И вот когда на день рождения ему там давали, это уже советник его мне говорит, и он их перебирает, а там, говорит, обычно умершему, говорит, венки несут, а тут при жизни, говорит. И когда дошел до моего, у меня обыкновенно в клеточку бумажка, написано вечности, короткая жизнь, она к мгновению пролетит. Владимир Николаевич, ищите Бога. И он ходит, говорит, эту бумажку прочитает, опять. Вот это, что все есть, не стоит строчки одной. Видите как? Наше знакомство, даже трудно сказать, как было, благодаря его советнику, он приходил сюда. Вот как Бог это делает, вызвать благодарность. И я только сегодня получил благодарность, что мы встретились с этими людьми. Из Германии, из Словении, из Америки. Что мы встретились и открыли людям то, что они сейчас есть. Все делали неправильно. Вот сейчас только идти, опять еще один человек. Это сказать нельзя. Не нам, не нам, но имени Твоему Господь дай славу. Но через нас, Бог, как очищенный сосуд, людям открыл всю истину спасения. Мы говорим, а мы православные. Вы задумайтесь, православные. Это Бог дал нам имя с третьей ступени. Правильно славить Бога. Вот здесь, ну, разные-разные названия. Только куда ни глянь, там, новая жизнь. Газета такая, новая секта. 21 тысяча только в Америке разных названий, а православные одни. Тоже храните это слово. Я когда вижу, вот, знакомый, там, баптист. Я говорю, а как на работе? Баптист знает. Я бы никогда, кажется, не назвал баптист. Это православный. Я православный. И могу сказать любому. А он, говорит, а я так стыдился бы сказать православный. Какие вы православные? Что за вами есть-то? Одно только название. Считаем дальше. Первый официальностистам 3.9. Тут он благодарит феста. Знаем, как ты управляешь, как заботишься о нас. Мирского человека апостола Павла. Я подражаю им, чтобы меня судили за это. Мы каждый день благодарим Бога за всех начальствующих. Нам повеленно молиться за старей, сегодня там президента или другие, и начальствующих. Богу воздавая хвалу. А им уже сказать, Бог строго написан с начальствующих, будет строгое взыскание. При мудрости Соломона написано это. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас? За всю радость, которую радуемся о вас перед Богом нашим. Видите как? Пожалуйста, Фессалоники, это Солунь, Греция. Как мы должны Бога благодарить, что мы с вами встретились? И нам Бог дал такое счастье. Вместе прославлять Бога. Послужить талантами другу и Богу. Вот надо все время, сегодня кто-то не пришел. Мы не знаем, какие причины. Там холод, может, показался. Людей-то совсем мало. Видите как? То есть сестры были в Евангелии не читали, а тут и Евангелие почитали. И все как надо. Благодарите Бога, что Бог эту нишу открыл. И чтобы вы-то не в закутке сидели, а открыто с Евангелием. Дальше. Тут я просто так прочитаю. Сирахов 12.1, 29.19, 28 и 37.11. О благодарении говорится. И как человек неблагодарный губит все. За самое малое благодари Бога, что кажется совершенно незначащее. Но оно тебе помогло. Благодари за соседей, если не каждый день тебя там топят сверху и снизу. Благодари, потому что ты посмотри, сколько всякой беды бывает. Какая злоба у людей. Что только не делая друг с другом. А мы здесь рядом. Вот сейчас я посмотрю. Играла там музыка. Брок убрал. Ничего нету. Чистое место. Рядом, которое взяли. Все умерли. Такой сосед. И второго вообще даже не видать нигде. Дальше. Евангелие от Яна 6.11. Благодарение Богу, что я в 1962 году, в 1962, 27 сентября, встретился с одной бабушкой, которых я любил. И помог ей пройти, спросил, где тут собираются. И там я встретился с сектантами-пятьдесятниками. И Библию мне дали. И моя жизнь решительно изменилась в течение полчаса. Мне не надо ничего было говорить. Вот все время уже вплотную подошел. Но нигде нету. И вдруг открылось все. Вот этого бы не было дня. Не было бы сегодняшней встречи. Не было бы сегодняшней проповедины. Я просто иду по Писанию и говорю. И за это надо славить. 6.11. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам. А ученики возлежавшим, так же и рыбы, сколько кто хотел. Видите как. Воздал Иисус, Бога человек, и благодарит Отца. Нам это непонятно, потому что это Троица. И он показал нам пример. Чтобы у тебя не было, чтобы никакого ропа-то не было. А вот это мало, тут не хватает, а тут не урожай. Мы столько старались. Благодари Бога. Мы поехали, когда нынче у меня много, то ездил даже по полям. И грыжу, гречуха уже только свисти начинает. А что? Да, мови, говорит один человек. Так не успеешь. Ну как Бог даст. Потому что обстановка была такая, что вовремя не могли. Там дождей не было. Но надо научиться промыслом Божьим воспользоваться для его словословия и благодарения. Господи, вот мы утром только встали. И я живой встал. Да слава тебе, Господи. Благодарю тебя. А бывает через наведение. Да еще какое предупреждение. Я вот когда рассказываю людям. Когда стал начитывать. Ну, Библию насчитал. Стеражировал. Тогда были пленки. Это назывались катушки. Златоуста 12 томов. Это 64 катушки только. Каждые 8 часов 20 минут. И, наконец, 20 век. И тут же архипелаг ГУЛАГ. И тут же о масонстве. Я воображаю, какой голос должен быть. Ну, нет. Ну, не моим голосом это считать. А вот Библия там все слушается. Только встали. Я рассказываю. Я говорю, только шансон видел. А я искал. И не где-то, а где бывают, там выступают они. Ну, у них свои места в артистах. Сцены там их. Хорошие голоса. Но чувства и не то. А здесь, я говорю, я видел два человека во сне. Один останется, а другой сразу уйдет. И где-то над нами нависла скала. Прям под скалой они подошли. Я говорю, в это время стук в дверь. И это будет моя встреча. Первая с Яковлевым Геннадием Михайловичем. Будущий отец Григорий Ермана. Которому называл себя Кришнаит. Один отрезал голову и в алтаре бросил на престол. Ну, в 23-й год идет. Его голос остался записанный. Это на нашем сайте. Вот я искал, и этого Бог дал. А другой искал среди артистов этих. И вот он был у нас здесь фотографировался с нами общинник Эдуард Дмитриевич. И считает фруга дочи Ефая. Вот сколько раз я ее слушал, и каждый раз слезы наворачиваются. И нельзя просто так слушать. Он говорит, и как отец встречают, он рыдает. Я дал Богу обещание. И он говорит и рыдает. Такие рыдания у него не артистические. А почему Бог? Видите, он ушел. Его, говорит, нет сейчас. Я пошел поблагодарить, а его нет уже. Как люди говорят, от нас ушел. Они говорят, куда ушел. А так многие говорят. И в таком-то году его не стало. Такой-то человек от нас ушел. Не уничтожился. Помолитесь сегодня, если Господь даст памяти. Я завтра думаю рассказать о времени. Чтобы мы научились правильно пользоваться самым дорогим, что у нас есть в нашей жизни. Дальше. Второе Коринфянам 9.12. Втором Коринфянам столько благодарности. Так, 9.12. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу. А что собирали? Голод был в Иерусалиме. Апостол Павел собирал, много денег давали. Это вызывает обильные благодарения Богу. Надо просто так помнить, что я буду когда нуждаться. Это такие моменты у меня были. Вот сейчас издаю книги. Это невероятная вещь. Вообще ничего нет. И откуда что есть, просили трехтомник. Возьмите. А сейчас от обсуждения начинают спрашивать. Четырехтомник. Пожалуйста, я книги показывал. Ну вот если Господь благословит, может быть, ну неделю через две к Иерусалиму православию переизданно. В два раза будет книга объемнее теперь. Столько материала нового еще нашли. А дальше для слова Божия нет ус. Мы благодарим Бога. Хорошо, что имеем совет. Есть с кем советоваться. Где издать? Ну ничего бы один-то ты не сделал. Я это понимаю. И благодарю всех, кому дано больше знать. Ведь речь идет о том, чего у меня нет. Сегодня один из Молдавии только говорит, а я тут столько-то евро послал. Разговора даже не было. А другой дал, все купил и к книге не отсылает. Почему? Когда я вернусь, чтобы автограф оставил ему на книгах. Понимаете? Вот начинаешь когда вспоминать, Господи, ну за что ты даешь таких нам людей-то? Когда в сравнении с ними я себя смотрю, ну что это означает? Дальше. Книга Левит. 7.12. Я для чего это говорю? Что у евреев было так. Если ты благодаришь, что особый Акафис считали они. Особые были действия. Не просто так. Господи, я благодарен Тебе, я пошел домой. Не так. Он должен был готовить что-то. Лепешки какие-то сделать. И принести в храм. Вот послушайте. Левита 7.12. Вот как жили. Если кто в благодарность приносит ее, то при жирке благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Ну перечисляется дальше. Елеем, маслом. Он приходит. А на что? Да я благодарю. Вот у меня сын там был. И наконец он вернулся. И живой, неповрежденный-то. И он должен это все принести. И лепешкой помазать ее. А тогда будешь вспоминать. А у нас что? Богу благодарность. Ты не только вот сейчас здесь побудь, а заключи с кем-то союз. Поговорите. Скажите, давай одновременно будем вставать ночью. Ну немножко хотя бы. Вместе будем молиться. И ты увидишь, как все это отродится. Я уже говорил, вот мне Господь дал. Ну это я Божий, это не как-то потеряю. Господь меня будил каждую ночь. Я при звездах выходил на улицу. И благословлял, в первую очередь, кто к нам не расположен. Потом батюшку, брата, всех. Ну и помолиться под звездным небом, когда луна светит, и когда ее нету, и за все, что окружает. И, значит, как это обходишь в это, ну, это надо просто прочувствовать. Мало того, стали к нам приходить из староста деревни, когда утром в 5 часов бываем. Другие там люди подходили, наверное, видели, сколько у нас набивалось. Откуда приезжих-то было людей. Благодарение Богу. И дальше. Так, неблагодарных встречается только 5 раз. Неблагодарные. Неблагодарность – это уродство. Это страшная потеря. Вот он сделал. Вот посмотрите вокруг, какие батареи. А кто это сделал? Кто? Кто сделал, мы не знаем. Да воздаст им Господь. А кто их тут поставил? Николай Пальгоев. А жена его какая? Мы были, видели. Вот эти надписи какие есть. Везде надписи какие. Как отпечатанные. Как транспаранты, говорит один. Был у нас. Это она, Надежда Ивановна. Куда не повернешь. А кто-то что-то сделал. Вот где-то я был в Америке. Привезли определенные иконы. Жордан Билли. Ну, беседовал с теми, кто рисует. Даже вот книги, новые, эти, «Жития святых». А у них не переплетенные были еще. Я их забрал, привез. Я переплетчик легко сделал. Мы переплетенные стоят. Вот сколько было там людей, где бы я ни ездил, ну, шага не шагнешь, чтобы за кого-то Бога не прославить. Один, сидим за столом, он, архимандрит Арсений Кондратюк. Ну, разговаривали все-то. Я говорю, что вы из Златоуса начитывали, да. А вы увидели, новое издание вышло? Нет. В Италии. Репринтное издание. Он показывает. 13 томов. 12-й на бесчастье разбитый. О-о-о. И хотел бы иметь. Отец Арсений. Да кто же мне даст? А я и даю. И он чемодан взял свой, полный чемодан. А когда в Вашингтоне был, там, ну, Потапов Игорь, это сказать, отец, он хотел помочь. И мне компьютер подарил. Я держу здесь, Златоуса, здесь компьютер. А можно брать в самолете только одно. Я подумал, компьютер я найду. А это не найду. Эти, эти, тома, сейчас там, где Теретьев, Потеряевка, там, где Виктор был у них. То есть, вот сокровище какое, его нету, он Арсений. А сколько памяти оставил о себе? Дальше. Первый Тимофеев, 6-4. Ну-ка, посмотрим еще немножко. Первый Тимофеев, 6-4. Может быть, даже и... Нет, ну, вот она есть, 6-4. Следующий. Видимо, не пометил. Видно. Ага, было. 6-4. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, растли, злоречия, лукавые подозрения. Вот он переказывает, что перерубает благодарность, уже нету. Выслушал, как? Не знаю. У меня несколько раз было, вот, сегодня такую книгу, она в начале века была, потом за границей. Ну, много-много богословской труды, там, он, доктор, там, профессор, звание мне. Вот скажите, вот это годится, нет, чтобы нам распространять? Я говорю, нет, а несколько книг, у меня и время нет. Время считать. Сраме-то я ничем не могу, я же не кончал это. Ну, по заголовкам я вижу, все хорошее, ну, и тоже люди поблагодарили. Ну, что же я буду сидеть, глаза опущить, когда у меня своего материала не впродых. Ну, на этом хочу сказать, что все, слово это благодарность, встречается в Библии 125 раз. Если так рассуждать, каждый третий день Господь наполняет нас благодарностью. Ну, 365 дней. Богу нашему слава за напоминание второй ступени молительного общения с Господом Богом. Аминь.